Они собирают руками ил, сушат его и употребляют эту землю в качестве топлива для приготовления пищи и для согревания тела. 77-й год нашей эры, древнеримский писатель Плиний. Первое упоминание о торфе. Всем привет! С вами компания Система, меня зовут Вадим. И да, я на болоте. А все потому, что сегодня мы будем говорить про торф. Место это мы выбрали не просто так, а все потому, что в 40-х годах 20-го века здесь производили добычу торфа. А так как мы в том числе занимаемся поставками оборудования для подготовки и разработки торфяных месторождений, рассказывать я буду про добычу торфа через призму этих поставок и нашего опыта. А конкретно в этом видео я расскажу вам, как все это болото превращается во фрезерный торф, который используется в сельском хозяйстве, в химической промышленности, в животноводстве. Да и даже чтобы просто вы могли всегда приобрести в магазинах вот такой вот мешок с торфом, с грунтом, для того, чтобы вы смогли спокойно сажать в них свои цветы, растения, овощи и так далее. В торфяном материале накапливается множество продуктов фотосинтеза и углерода, что при внесении в почву улучшает ее проницаемость к влаге и воздуху, делает рыхлый, улучшает структуру земли, уменьшает содержание нитратов. А антисептики в составе торфа любят животноводы, используют его в качестве подстилки для скота и птицы, высаживают кормовые культуры и закладывают в силостные ямы. Вообще, что такое торф? Торф – это молодое горючее природное ископаемое, которое образуется вот как раз-таки из всех этих болотных растений. И так как здесь повышенная влажность, затрудненный доступ к кислороду, все эти растения не будут разлагаться полностью, как в почве, они будут, скажем так, консервироваться. То есть это законсервированный перегной. А это значит, что торф – это возобновляемый природный ресурс. И возобновляемость только в России оценивается в 260 миллионов тонн в год. Ну что, хватит торчать на болоте. Сейчас мы возвращаемся в нашу студию и продолжаем там. Так ладно, все мы поняли, что торф – это классная штука, но как его добыть? Ну вот ты приехал на болото, дальше-то что? А вот это самое интересное. Существует целый комплекс работ и большое количество оборудования, которое вам в этом поможет. И вот перед тем, как начать добывать торф, сначала необходимо подготовить торфяное месторождение к эксплуатации. Все работы можно поделить на два этапа – осушение и подготовка производственных площадей. Начинаем с осушения, а именно создания осушительной системы с водоприемником, это может быть река или озеро, и множеством каналов. Каналы устроены так, чтобы, собирая всю воду с месторождения торфа, отправлять ее в реку или озеро. Выкапывается большой магистральный канал, это самый большой и глубокий, до 4 метров в глубину. Далее создают валовые каналы, которые впадают в магистральный. Валовые каналы делают глубиной до 3 метров. Этих каналов будет достаточно, чтобы провести предварительное осушение, которое продлится от 1 до 2 лет. Но осушением процесс подготовки не заканчивается, ведь необходимо подготовить верхние слои месторождения, так как необходимо ровная плотная поверхность, чтобы там не было никаких кустарников и никаких пней. К подготовке поверхности относятся сводка леса и кустарника, сбор и вывоз древесных остатков за пределы полей, сбор и сжигание кустарников, корчевка пней, выравнивание поверхности и прочее, и прочее. Ну и, конечно же, последовательность этих действий и их объем в значительной степени зависит от характера местности. А также влияет то, какого качества должна быть собранная торфяная продукция с данного месторождения. Если допускается засоренность, к примеру, древесными остатками, то вы можете убрать очез и пни специализированные торфяной фрезой, то есть измельчить пень и перемешать вместе с торфом. Данную фрезу вы можете приобрести на нашем сайте stmacro.rf или позвонить по номеру, который есть в описании. Так, некоторые заметили новое слово, которое я упомянул, а именно торфяной очез. Торфяной очез, научными словами, это поверхностный растительный покров торфяного месторождения из живых и отмерших мхов и трав, еще не затронутый оторфеванием. Грубо говоря, вот весь вот этот, вся вот эта трава, весь этот мох, который здесь растет, но который уже, скажем так, умер, но не начал еще гнить в будущем, когда сверху появятся новые слои. Как раз таки все это превратится в торф. В любом случае, вам придется проводить работы по вырубке деревьев и корчевке пней. И ладно бы, если бы вы вытащили пень, запустили его в стратосферу, но нет, необходимо провести еще целый комплекс работ по вывозу и утилизации этой древесины. Для работ по расчистке от всевозможных деревьев и порослей используют лесные мульчеры и измельчители веток. За техникой, как всегда, на наш сайт. После того, как проведена работа по расчистке торфяного месторождения, необходимо доделать систему осушения, а именно, сделать картовые каналы, самые многочисленные. Для понимания, почему они называются картовыми. Карта – это участок торфяного месторождения между каналами. Ширина его обычно 20 метров. И вот если магистральные и валовые каналы обычно копают экскаваторами, то для картовых каналов есть удобные траншей-копатели, которые позволяют быстро производить картовые каналы, а также оперативно очищать их от завалов. Этот траншей-копатель копает каналы глубиной 1,3 метра, и, как вы видите на этом видео, используют его на финском тракторе Вальтра, на котором установлены по три колеса с каждой стороны. Делается это по той простой причине, что на торфяниках иначе просто застрянешь. На экскаваторах в том числе используется широкая болотная гусянка. Также такой траншей-копатель еще очень часто называют морковкой, поэтому, если тебе нужна морковка, звони. Итак, мы расчистили месторождение, теперь необходимо выровнять поверхность и сделать нужный уклон. И что же такое нужный уклон? Нам необходимо сделать так, чтобы осадки не скапливались на поверхности карты, а стекали в картовые каналы. Тут на помощь приходит шнековый профилировщик. Эта зверюга с захватом 6 метров имеет огромный шнек на всю ширину. Кроме того, если на вашем месторождении нет больших пней, то сразу по очесу можете работать профилировщиком. Если же попадутся небольшие пеньки, профилировщик с ними справится. С учетом того, что у вас мощный энергоноситель. Плюсом ко всему, обязательно надо учитывать то, что вы регулярно будете производить ремонт технологических площадей. Так как влажность торфяной залежи не одинакова, то сработка залежи по всей поверхности происходит неравномерно, а вдоль картовых каналов вообще не срабатывается. По итогу площадь плоскости становится неравномерной, вогнутой. Это нарушает сток воды, и вследствие чего нарушается процесс осушения. Для того, чтобы срезать торф по краям карты, используется профилировщик-бровкорез. При помощи него, не подъезжая близко к каналу, вы можете выравнивать края карты. А на нашем сайте stmagro.rf вы можете изучить подробные его характеристики. Также не стоит забывать, что в процессе эксплуатации и ремонта картовые каналы забиваются, края у них обрушаются, и уже знакомый вам траншей-копатель поможет восстановить канал. Ну и конечно же, в процессе разработки, древесные остатки и пни будут появляться на поверхности, которые также необходимо будет измельчать или убирать. Все по старой схеме. Ну что, месторождение мы подготовили, и наконец-то мы можем приступить к производству фрезерного торфа. Для этого нам потребуются 4 этапа. Фрезерование, вырошение, волкование и сбор. Начнем с первого. Это фрезерование верхнего слоя на глубину от 5 до 20 мм, для получения торфяной крошки. Для этого используется фрезерный барабан с шириной захвата 9 метров, который вы также можете у нас приобрести. С этой фрезой проезжаем по поверхности карты и нарезаем крошку. И вот как раз о чем я и говорил. С фрезеровочным барабаном вплотную к каналам не подъезжают, поэтому со временем там необходимо будет проходить бровкорезом. После того, как срезали верхний слой, необходимо дать ему подсохнуть, ведь у свежефрезерованного торфа еще слишком большая влажность и нам необходимо опустить ее до 40%. В процессе сушки используются машины, которые производят вырошение торфа. Сама сушка займет порядка двух суток и вырошение делают от 1 до 3 раз в зависимости от влажности торфа и погодных условий. Сушка в принципе это основная операция в производстве торфа и правильно высушенный торф впоследствии повлияет на всю экономику вашей добычи. Ну что, торф подсох и вы уже потираете руки от грядущей прибыли, но не все так просто. Теперь необходимо торф собрать. И вот существует два основных метода сбора. Первый это пневматический, когда используется так называемый пылесос. И второй это механический, когда используется скрепер с элеватором. Чем хорош пневматический способ? Да все просто. Пылесос поднимает с земли и в бункер только хорошо высушенный торф. А тот, который еще влажный и тяжелый, остается на месторождении дальше сохнуть. Ну что, идеальный способ? Собрал пылесосом торфяную крошку, увез на караван, у тебя все готово. Но дождь никогда у вас не будет спрашивать, когда ему идти и когда ему не идти. И вот если пройдет даже небольшой дождик, пылесос уже ничего сделать не сможет. Поэтому переходим к механическому способу. Подсохшую крошку собирают в волок. Для этого используют либо косой, либо V-образный волкователь. Почти все используют белорусский волкователь, который цепляется сзади и делает сразу три волка. Ну а после того, как волки готовы, используют торфяные комбайны по типу МТФ-43. После сбора торф отвозится на караван, где торф складируется штабелями с покатыми гранями, чтобы не допускать задерживания и накопления влаги в торфе при осадках. Такой процесс сборки называют прямым. То есть вы отфрезеровали слой, подсушили, сволковали, убрали. Это используется, когда у вас небольшое месторождение и карты разнесены друг от друга на расстояние. Однако, если у вас большое месторождение и множество карт находятся в одном месте, то тут рационально использовать способ, который в Финляндии называют хаку. Он заключается в том, что вы фрезеруете слой, сушите, волкуете и далее не сразу же собираете урожай в комбайн, а производите процесс фрезерования, сушки и сгребания несколько раз. У вас получается большой волок, в котором условно собрано от 5 до 7 фрезерованных слоев. Далее по полю едет трактор с ленточным погрузчиком, а на соседней карте едут тракторы с прицепами. После того, как прицеп заполнился, выезжаем на караван. Далее готовый торф будет распределяться по нуждам. Какой-то поедет на завод, где понизит его кислотность при помощи той же доломитовой муки, добавит удобрения, расфасует в мешки, которые будут покупать люди и сажать в них свои цветы. Какая-то часть торфа пойдет в сельское хозяйство, какая-то часть в химическую промышленность и так далее. При всей кажущейся простоте, добыча торфа это сложный технологический процесс. И чтобы этот процесс максимально автоматизировать и облегчить, используется большое количество оборудования. И все, что вы видели в этом видео, вы сможете приобрести у нас. Ну и не забывайте о том, что после того, когда на месторождении закончилась разработка, производят рекультивацию земель. И в зависимости от местности и того, что будет более рационально в этом регионе, на месте торфяника можно сделать лес, охотничьи угодья, водохранилища, рыбный пруд, пашню, пастбище, сады и даже поселки для жизни людей. Именно поэтому с виду неприметное болото является ценным ресурсом для нашей страны. И конечно не забудь подписаться и поставить лайк этому видео, если будет хорошая активность. Мы обязательно сделаем еще видео по добыче кускового торфа. Материал на эту тему у нас тоже предостаточно. Ну а для приобретения оборудования, звони по номеру, который есть вот тут, также номер есть в описании. Ну а с вами был Вадим, компания Система. До новых встреч!